Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Сегодняшняя проповедь связана с одеждой праведности и с нашим спасением, с белыми одеждами, которые даны нам, когда мы каемся. Мы обратимся к Откровению Иоанна, 3 главе, 5 стих. Откровение Иоанна, 3 глава, 5 стих. Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его перед Отцом моим и перед ангелами его. Имеющий ухода слышит, что Дух говорит церквям. Иисус говорит нам здесь, что тот, кто побеждает, он облечется в белые одежды. На этом я сегодня хочу сосредоточиться. Белые одежды или одежды спасения, которые даны нам, тем, которые покаялись, это духовные одежды, это не физические одежды, которые можно увидеть. У Исаии в 61 главе, 10 стихе, мы находим здесь следующие прекрасные слова. «Радостью буду радоваться о Господе, веселиться душа моя о Боге моем, ибо Он облег меня в ризы спасения одеждою, правды одел меня, как жениха возложил венец и как невесту украсил убранством». Итак, здесь говорится о том, что Бог одевает нас в одежду спасения, в одежду оправдания. Это картины вот этих вот белых одежд. В чем смысл белой одежды? Мы находим в Писании, что грех, он уподавливается пятнам грязи на одежде. К примеру, в Захарии 3 главе, с 3 по 4 стихи, Захария 3 глава, мы находим Иисуса, великого священника, который стоит перед Ангелом Божиим, и Сатана стоит, чтобы его обвинять. И здесь написано в 3 стихе «Иисус же одет был в запятнанной одежде и стоял перед Богом, перед Ангелом». Вот это вот описание, это запятнанные одежды на иврите, это одежды, измазанные в испорожнениях. Это неприятно пахнущая одежда. И здесь, в 4 стихе, мы видим смысл, что означает вот эти вот запачканные одежды. «И отвечал и сказал стоявшим перед ним так, снимите с него запятнанные одежды». А ему самому сказали, смотри, я снял с тебя вину твою, облекая тебя в одежды торжественные. Итак, когда снимает вот эти вот запачканные одежды, ему сказано, что я снял с тебя твою вину, я снимаю с тебя. Вот эта вот грязь, вот эта вот грязная одежда, она символизирует грех, вину, которая есть в нашей жизни. Когда мы каемся, благодаря искуплению, которое есть в Иисусе, мы прежде всего познаем, что есть Господь. Мы верим в Бога Авраама Исаака Иакова, и мы приходим перед Ним, каясь, исповедуя наши грехи, мы просим прощения. И на основании Торы необходимо, нужна была жертва, кто-то должен был ее заплатить. От книги бытия, когда Бог говорит Адаму и Еве, что в день, когда ты будешь есть от дерева познания добра и зла, ты смерти умрешь. И они ели, и они умерли духовно. Физически они продолжили жить в течение 930 лет. Но так жил Адам. Но с духовной точки зрения, они умерли в тот же момент, потому что в тот момент они были оторваны от отношений с Богом. Они были удалены от Эдемского сада. То есть грех он оскверняет и грех убивает. И когда мы каемся, благодаря жертве Господа, которую послал Господь в Иисусе, Иисус, он подобен Исааку, как Исаак, он для Авраама, так же и Иешуа. Иисус для Небесного Отца. И несмотря на то, что Авраам в последний момент был остановлен и не принес в жертву Исаака, хотя был готов это сделать, Бог, когда он принес своего Исаака, принес Иисуса, не было того, кто мог остановить. Иисус должен был умереть и пройти путь до конца. И пострадать, пройти смерть для того, чтобы взять на себя вот это вот наказание. Он является нашим искуплением, когда мы каемся и когда мы просим прощения. Когда мы переносим всю нашу вину, весь наш грех на Него, и мы получаем от Него оправдание. Он заплатил, Он открыл перед нами вот эту вот возможность прощения. Вот это вот прощение можно получить через веру, живую веру. Не когда мы просто говорим, что мы верующие, но когда мы живем нашей верой. И тогда наши одежды, они очищаются. И мы получаем одежды спасения, как мы читали это в Исаии 61 главе. Но когда мы продолжаем идти по земле, мы имеем опасность вновь запачкаться в грехе. Так же, как через то, что мы сказали, подумали, видели, сделали. И еще раз, вот эти вот одежды, они могут испачкаться. Есть разница между тем, когда ступни ног, они пачкаются в каждодневной ходьбе, когда я что-то сказал или действовал без терпения или, может быть, без любви. Это подобно пыли, которая прилипает к ногам. И нужно перед тем, как зайти в дом, помыть ноги. И это грехи из такого рода. Но если ты начинаешь плыть в грехе, входишь в порнографию или что-то подобное, то это не только что-то каждодневное, но это начинает пачкать твои одежды. И, к сожалению, такие вещи, они могут произойти. И то, к чему мы призваны, это очистить и омыть наши одежды. Как мы это можем сделать в Откровении Иоанна, 7 главе, мы начнем читать с 13 стиха. И, начав речь, один из старцев спросил меня, «Эти облеченные в белые одежды кто и откуда пришли?» И я сказал ему, «Ты знаешь, господин?» И он сказал мне, «Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца». Как мы омываем наши одежды, когда мы еще раз приходим и просим, благодаря крови, которая была пролита за нас, когда мы просим прощения, когда мы исповедуемся и очищаемся. В первом послании Иоанна, 1 главе, сказано, что если мы исповедуем наши грехи, Он, будучи верен и праведен, очистит нас. Если мы будем ходить в свете, а не во тьме, и тогда мы будем готовы к свадьбе. Вы знаете, что будет брак на небе. И об этом написано в 19 главе Откровения Иоанна, 6-9 стих. «И слышал я, как бы голос многочисленного народа, как бы шум отвод многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилюя!» Ибо воцарился Господь, Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. «Дано было ей облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел, напиши, блаженны званные на брачную вечерю Агнца. Сказал мне эти сии истинные слова Божии». Это свадьба, и церковь, она призвана, чтобы очистить свои одежды. И действия праведности, которые мы делаем, это подобно украшению на свадебной одежде. И таким образом мы можем предстать на небеса на брак Агнца. В Евангелии от Матфея, 22 глава Евангелия от Матфея, здесь есть притча, в которой Иисус говорит про свадьбу, которую организовал земной царь для своего сына. И здесь у нас есть среди приглашенных человек, который был не одетый в брачную одежду. Я прочитаю с 11 по 14 стих. Что произошло с ним? Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого в брачную одежду. И говорит ему, «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги, «Возьмите его и бросьте его во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. Ибо много званых, а мало избранных». Вот этот вот брак на небесах, на него можно прийти только в свадебной одежде. Здесь есть притча. И Иисус, Он рассказывает, показывает пример, случай, когда человек появился на свадьбе без таких вот одежд. Это означает, что он не покаялся, он не получил вот эту вот одежду спасения. И таким образом нельзя участвовать в браке Агнца. И эта история, она дана нам, чтобы показать нам, что этот человек был выброшен в тьму внешнюю. Но здесь для нас послание, чтобы нам получить вот эти свадебные одежды и хранить их чистыми. Нам написано, что много званых, но мало избранных. Есть много людей, которые призваны, это евреи из народа Израиля, это язычники, которые призваны верить в Иисуса. И немного тех, которые откликаются на вот этот вот призыв. И это грустно, потому что Бог по Своей милости, Он открыл путь и сделал все, чтобы мы могли получить спасение, чтобы у нас была уверенность во спасении. И люди отказываются, люди находятся в зависимости от разных неправильных концепций, точек зрения, и не принимают Слово Божие. Это грустно, но для нас, я говорю, для нас, для тех, кто принял веру в Иисуса Христа, эти слова, они для нас являются ободрением и важностью того, чтобы хранить наши одежды чистыми и светлыми. Я благословляю вас на этот день, который Господь дает нам. Да будет милость Божия и победа в Иисусе!